За место в машине братья Веня и Леонид не ссорятся. У каждого оно свое, как и автокресло. Их мама Анастасия меняет, как перчатки. По мере роста мальчишек всевозможных фестов и бустеров женщина не приемлет и на безопасности детей не экономит. На мой взгляд, никаких денег не жалко на безопасность детей. Но учитывая, что у нас в семье два автомобиля, периодически помогает дедушка, то есть у нас автокресел пять. Дети мои не ездят без автокресел вообще. У них, наверное, такая же привычка к безопасности, как и у нас. У моего старшего сразу начинается паника, если он не пристегнут. Безопасность вошла в привычку и у других благовещенских родителей. За шесть месяцев прошлого года за неправильную перевозку детей оштрафовали 803 водителя. В этом почти на 300 меньше. Одним из самых навороченных кресел является такое кресло. Оно идет в категории от 9 до 25 килограмм. Универсальность устройства едва ли не главный критерий для родителей, рассказывает консультант Алексей. Современное автокресло можно использовать с тех пор, как ребенок начал сидеть, вплоть до второго-третьего класса. В отличие от штатных ремней, оно защищает со всех сторон. В основном, как раз, самая незащищенная часть автомобиля считается боковая часть. От этого обеспечивает безопасность автокресла. Штатные ремни безопасности всего имеют три точки соприкосновения. То есть, они проходят по плечевому поясу и по тазу. А пятиточечные ремни проходят по обеим плечам, по обеим тазовым костям и между ног. Хотя теперь родители получили послабление. Детей старше семи лет они могут пристегивать и штатным ремнем. При этом верить возрасту инспекторам ГАИ придется на слово. Главное, чтобы водители не стали вовсе пренебрегать детской безопасностью, говорят в ГИБДД. Несмотря на изменения в правилах, отказываться от автокресел и фестов там не советуют. Эффективность использования детских удерживающихся устройств подтверждена многочисленными исследованиями. В частности, устройство позволяет на 80% снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет на 52%. Прежде чем отказаться от него, следует учесть и рост чада. Штатные ремни рассчитаны на пассажиров не меньше 150 сантиметров. Если ваш ребенок ниже, лямка будет проходить в опасной близости к шее и в случае ДТП не сможет должным образом его защитить.